Ну что, Анюточка, давай расскажем нашим прекрасным подписчикам, куда мы едем. Собрался им что-то рассказывать? Да, я... Я все еще их люблю, несмотря... Оберните налево. Я все еще их люблю, несмотря на то, что видео с пиццей просто залажало таким образом. Я сегодня чуть ли не плакал. Короче, мы решили устроить небольшой трип по тем местам, где снимали фильм «Брат». Музыка тваша американская, говно. Музыка, а, музыка, она очень хорошая. Ну что споришь? Тебе говорят говно музыка, а ты споришь. Музыка. Да и сами. Скоро всей вашей Америки гирдык. Мы нам всем хоть роль, что устроим. Понял? Че ты к нему пристал, а француз вообще? Пошли. Какая разница? Вчера мы посмотрели фильм «Брат». Решили посмотреть, так, вспомнить, что это такое, когда ты живешь в Питере, смотришь «Брат». Мы пришли к неожиданному выводу, что Питер стал с годами лучше. Лучше получается, да. Вот, и поедем по местам, где снимали этот фильм, который нравится многим людям. Исходя из того, что мы вчера посмотрели, в общем, есть желание съездить на рынок, где он завалил вот этого вот Чичена. Есть желание съездить в комиссионный магазин. Есть желание съездить на кладбище, посмотреть беседку. Вот такой сегодня амбициозный план. Одно из наших любимых мест в Питере – это кладбище. Интересно, необычно. Как бы это ни было печально. Наше везение неистово. Мы припарковались вот прям перед самым-самым-самым рыночком. Он вон там, по-моему, если я не ошибаюсь. Прям вот мы ехали, стояли в пробке, и мужик решил выехать. Невероятно. Вот он. Вот он, этот рынок. Буквально 24 года назад у нас бы сейчас отобрали телефон. И что, это рынок? Анют, а вот тебе нравится горячая лепешка в тендыре? Да, люблю, конечно. По-моему, тендыр называется. Ну, да ладно, кому какая разница. Ну, что, Анют, чувствуешь кайф? Посмотрите, какой асфальт, посмотрите, какой дождь, посмотрите, какие здания, посмотрите, какие... Ну, это дерьмище. Я вижу здесь дерьмище. Ничего не изменилось. Всё точно так же. Это гараж для коляски. Реально? Прям один в один такой же тип. Ты думаешь, нам туда? Написано, входит сюда. Ну, я не знаю. Я думал, мы уже вошли. И уже прошли. Ну, давай углубимся дальше. Лох, лох. Если прочитать, наоборот, будет холодок и пироги. Ну, некрасиво, ну, некрасиво. Ну, и что, вы... Вот вы выберете пойти по сбоку вкуса или на рынок? Конечно, вы можете сказать, на рынке всё самое вкусное. И на некоторых рынках может и быть так и есть, но не на это. Какой брезент, здание... Прям чувствуешь себя в центре помойки. Ну, или мира. Ну, что-то... Ты так говоришь? Пацаны завалили его, будто они его, знаешь, завалили изнасилов. Не валите друг друга в кровати. Где ещё ты найдёшь синие или красные челки? Причём... Колготки. Колготки, ладно. Причём этот же продавец тебя в них и изнасилует. Это же, кстати, за неделю. Туда же не пристаёт. Я думала, вообще, тут кто ради. А это мы просто с камерой, скорее всего. Это великолепно. Неистовая сила камеры. Вот мы нам видно, что мы не будем на рынке. Да по нам обычно видно, что мы его только на рынке и покупаем. Чё-то к нам, кто только не пристаёт. И вот честно, но... Я знаю. Ты была права. Он даже зонт задел. То есть, вот он настолько не смотрел по сторонам, что тупо давай-давай назад задел зонт. И если бы я была на углу, он бы и меня, наверное, задел. Если бы ты шла с костыльком, ты бы, может, и упала. Да. Короче, я вот что хотел сказать. Туда не будем, да? Нет, да, нет. Ну, реально, если... Если тот проход там, то мы его не нашли, короче. Мне не нравится. Я вот как раз хотел сказать, что есть же много людей, которые сутками дрочат на фильм, там, брат, на всю эту историю. И фильм неплохой. Про фильм никто ничего не говорит. Но романтизма от города... Блин, ну какой? Ну вы посмотрите, это дерьмище. Мы прям в его центре. Кто-то же приходит, такой, что сейчас 5 трусов себе куплю на рынке. Да, хорошие качества. Качественные, узбек. Я, говорит, ларёк знаю. Там трусы купишь за 150 рублей, им сносу не будет. У меня, говорит, дед в них пердел. Кто-то ещё в них пердел. И они не кончаются. Романтизмом тут вообще не пахнет ни разу. Пахнет дерьмом. Пахнет дерьмом в большей степени. Луком мой тухлый. Просто мы не чувствуем. Не люблю такие места, когда я в процентном соотношении меньше русских человек, короче. Просто, представляете, вот здесь заночевать. Одинокой девушке. Среди узбеков. Да. Красота. Мы закончили этот прекрасный трип. Сейчас нас обольют. Но мы, кстати... Так, Анют, давай-ка. У нас сегодня в педе чуть-чуть адреналина славили. Адреналина славили. А вот нахуя сигналит. Долбоёк. Ну, конченый. Вот он специально посигналил. Он даже на нас смотрел и улыбался. Он просто посигналил, чтобы напугать ебаного долбоёб. Ну, короче, в общем, всё. Завязали мы с прогулочкой, с этой приятной. Не люблю, когда мы одни русские. Да и... Чувствуется какая-то опасность. Не нравится, когда мы одни недолбоёбы. Я бы даже так сказал. Чё не понравилось? Да всё. Как бы, по сравнению с тем, что было в 90-х, может быть, что-то изменилось. Но меня удивляет, что до сих пор есть люди, которые ходят на такие рынки. Рынки бывают хорошие, да? Бывает же? Ну, бывают хорошие. Но мы не выйдем, глядя, где... Там дело непосредственно, там конченые все. Ну, прям видно. Мне стало неприятно, вот я говорю про свои так вот эмоции. Там просто видно, что они все долбоёбы, как бы. Да чё, сигналят и улыбаются только. Я молодец, да? Ну, ты долбоёб, вот так. Ну, короче, рынок не очень, мы не советуем быть, видели, делать там нехуй. В фильме, вот в этом, вот как там всё было, там так всё и осталось. Никакой эволюции не произошло. Как были чечены, так и остались. Так такие же и ходят чечены, и... Ну, вот всё. Едем дальше. Дальше мы с вами посмотрим комиссионный магазин, где мужик покупал наутилуса Хуилуса. Наутилуса, да. Мы живём в не самом плохом районе. Очень красивые высокие здания. И вот как? Вот как такая помойка? Просто посмотрите, здесь места нет живого. И вот всё это происходит, ну, вот в течение всех девяти месяцев. Это просто помойка. Это просто мусор. На каждом шагу мусор. Абсолютно везде мусор. И это Питер. Это культурная столица. Я здесь от культуры просто тащусь. Я так её люблю. Главное, чтобы пакет в лицо не прилетел. Да здесь гулять противно. Здесь просто невозможно гулять. И так вот абсолютно везде. Абсолютно в каждом месте. И всё это разбавляется ещё бестрадой от помощи зависимым и бездомным. Все же знают, какую им помощь оказывают. А? Или не все знают ещё об этом. Фу. Вот и потом кто-то скажет. Ребята, вы что? Это же Питер. Ну что, Анюточка, вот мы с тобой и прибыли к тому месту, где был комиссионный магазин, где Наутилиуса. Наутилиуса или Наутилуса? Наутилус. Наутилус, говорят. Ну, в общем, Наутилуса здесь где-то покупают. Вот здесь, значит, Серёжа Бодров. Серёжа, да? Сергей? Так Серёжа это исправляет меня, умничает постоянно. Ну вот, вот оно, это место. Сейчас, сейчас, сейчас мы зайдём туда обязательно. Вот. О, я вижу, я вижу там принт. Ну? Ну, пожалуйста. Видишь, Аня? Звёзды следят в пути. И я лечу, не мне грустная. Ребята, акреты не видели. Чё, ты хочешь туда идти? Ну, давай зайдём, чё, ради наших подписчиков. Давай всё-таки. Ну, и ради себя, ну, знаешь, чтобы, типа, всё, побывали. Ну, а чё? С другой стороны. Почему нет? Может, нас выгонят, конечно. Отсюда. Как вы прыгаете? Не видите. Ой, лицо. Здравствуйте. Ну, вот оно, это место. Серёжа, а вот крылья на утилку есть? Нет, очень быстро разбирают. Но вы заходите ещё, важно завести. Ты чувствуешь прикосновение к истории? Скажи, пожалуйста. Ну, вот, собственно говоря, мы посетили всё-таки это место. Мы здесь побывали. Теперь это предмет гордости определённой. Я считаю. Ну, вот так. Ну, вот так. Давай, проходи. Это же не комиссионный магазин. Ну, вообще, да. А тогда был комиссионный? Потому что я думала, тогда тоже был музыкальный какой-то и всё. Что помог называться рок-островом? Если это, ну, рок-остров, то есть музыка. Ну, Анют, я не знаю, короче. В общем, суть в том, что здесь было дело. Было дело. Мы тоже здесь побывали, побывали. А ты видела, Анют? Возле ворот, да, я даже снял это. Смотрит. А когда мы подходили, тоже смотрели? Да, да. Ну, они постоянно, короче, смотрели. И последнее место в сегодняшней шоу-программе – это, получается, беседка, которая находится на Смоленском кладбище. Она, говорят, сейчас выглядит точно так же. Ничего не изменилось за 24 года. И мы сейчас проверим, как. Ну, и с немцем поздороваемся всё-таки. Как он там вообще? До сих пор продаёт они свои часики? Не, ну, надо, что он продаёт. Ну, мало ли, может, у него с собой они купим, наконец-то. Просто посмотрите, это обычная лужайка. Здесь травы не видно под этим мусором. Чисто там, конечно, где убирают, я считаю. Потому что невозможно поддержать чистоту, даже если там вообще не будет мусор. Но кто-то же найдётся, кто будет мусорить. И я думаю, что люди этого прекрасного города платят сполна за то, чтобы коммунальные службы хоть что-то делали. Но нет, это было бы слишком просто. А вон, кстати, и пакет. Вау, машинка мимо проехала. Ммм, культурная столица, пакет летает. И плевать. А вон там, а вон там ведро валяется. И это ведро валяется там уже несколько месяцев. Что-то висит на заборе, что-то висит на дереве. Но это же культурная столица. Она погрязла в мусоре. Летающий пакетик заглянул кому-то в окно. Обычное дело, обычное. Просто здесь так всё работает. Смотрите, мы только помыли машину. Мало того, сука, тут и так холодно. Так он ещё и разбрызгивает специально. Всё на нас. Вот так вот, термище вот это вот. И на людей. Так, ну чё, Анют, ты помнишь примерно хотя бы, где оно? Надо идти куда-то вот, да, вглубь. Так, ну вот, представляем вашему вниманию кладбище Смоленское. Мы тут уже были с другой стороны. Такие камни, я не знаю. Суровые, суровые камни, да. Пойдём, вон, смотри, тут дорожка есть. И тут, значит, есть беседка, в которой, значит, снимался фильм. Но, как выяснилось... Кладбище написано, что это бывший склеп, или это и был склеп, что-то такое. Ну, я думаю, вряд ли там трупы на нём сидели люди. Так что, наверное, бывший склеп всё-таки. Вот тоже какой-то склеп. Да. Короче, много склепов. Ангел был, и руки, походу, оторвали, вон его отбили. Не очень. А немцев? Немцев нормально. А в чём разница? Ну, чё ты пристал? Ты куда меня привёл? Родина. Ребята, напишите в комментариях, если вы хотите такой большой, серьёзный, суровый обзор кладбища. Это мы можем. Это мы легко, с удовольствием для вас сделаем. Так, Анют, мне что-то подсказывает, что уже по-хорошему должно бы быть что-то видно. Нет, смотри, по-моему. Где? Где? Вон, чуть-чуть. А, вон там, вон там? Угу. Может быть, может быть. Я пока не буду прекращать видеозапись, потому что я хочу, чтобы вы вот оценили. Ну, реально, ну, блин, это прикольно. Какой-то иностранец. Какой-то иностранец. Джордж Францис. Фамилия непонятная. Малкинс. Вилкинс. Вилкинс. Джордж, ну, блядь. Что ты тут делаешь? Как ты в России-то умудрился скончаться? Не лучшее местечко, чтобы остаться здесь навсегда. Вот сюда? Ну, переходик здесь, нет, дальше? Ну, пошли сюда. Вот, короче, некоторым из этих могил по 150 там лет. Ой, Джулиус Амбергер. Гер, да вы откуда? Да что ж такое-то, а? Анют, мы спалились, что мы находимся не в России. В России. Вот мы были с другой стороны, там все были русские могилы. Вот там где-то труп, да? Что-то меня раздирануло. Ой, Анют, успокойся. Это мертвые люди. Бояться надо живых. Ой, как приятно вот так вот посредня сидеть и подумать, а поехали на кладбище, да? Слушай, так красиво там сейчас было. Фамильер, Оскар, Личтенстейн, короче. А он же говорил, что, типа, моя родня здесь покоронена на Смоленском кладбище, поэтому я здесь, а может, немец. Здесь пилетки мои летят. Ну, все понятно. Ну, кстати, реально, это вот она, та беседка. Короче, имена, такие какие-то красивые, знаешь, Францис, ля-ля-ля, а не Вася. Ну, это, да. Густав. Ром. Карл Петерсан. О, он реально, походу, за все логично, ты представляешь? Че? Ну, что, типа, они... А, ну, это да, да. Немец, как мангрица. Ой, ну, что-то нет, все-таки беседка похуже стала выглядеть. Ну, не забуду о тебе никогда. Блин, это интересно. В чем сила, брат? Сила в правде. Она сгнила. Сгнила и конкретненько так. Че у них, Ксюшке-то кусочек оторвем железячки? Нет, нельзя ставить, что лямо вещь поместить. Ну, ладно. Это мой друг Степа. Ну, я пойду. Давай. Угу. Ты заходи к нам. Извини, что так вышло. О, здесь еще сверху надписи целая куча. Брат, помним. А, это вот из склепа есть, да, вот эти какие-то лесенки тут. А, ну, возможно, кстати. Да, я на улице синдер, водка. Там даже водочки-то чуть-чуть еще есть вроде как. Ну, а что еще делать в это нелегкое время? Что, холодно как-то? Может, поедем кофе? Поехали, попьем кофе. Блин, ну, это интересно, немецкие кладбище вот эти. Короче, ребят, в общем, я хочу уже подытожить все это происходящее здесь, в этом видео. Просто это было чуть-чуть экскурса. Да, хороший фильм, стоит его посмотреть, но очень депрессивный город. Он каким был, таким и остался. И вот, знаете, даже в самом фильме прозвучали слова, что этот город высасывает энергию. Ну, в принципе, не прямо этот, а большой город высасывает энергию. Поэтому, в общем-то, мы решили вернуться в город поменьше, чтобы энергию из нас не высосали. Человек умер в 1921 году. Экман, то есть это две девочки. Ну, наверное, на фотке их две. И вряд ли они живую сестру тоже решили на фотке оставить. А это вот тоже кто-то. И если вот так приглядеться... Не, мы тут ничего не увидим. Хоть приглядывайся, хоть нет. А это вот, собственно, то, куда лазить не стоит. Не знаю, вот странная хрень. Это очень-очень как-то не по себе от этого. Но прикольно вот на кладбищах всегда вот так побывать. Слушай, здесь тишина, спокойствие, никого нет. И реально что-то интересное. Какие-то старые могилы, какие-то фотографии. Так кажется, что у людей были какие-то судьбы. И они сейчас что-то здесь делают на русском кладбище. Это интересно. Филипп Крак. Ну, ладно, по-немецки мне прочитать все равно не дано. Ну, в общем... Короче, это кладбище еще такое большое. То есть мы зашли вот так, а оно идет вдоль реки. И вообще вот... Да, оно огромное, да, огромное. Здесь в основном, я так понимаю, реально какие-то иностранцы. А мы были с другой стороны. Там русские. А через реку кладбище... Декабрист. Да, не зря про Петербург говорят, что город на костях. Но так можно вообще практически про любой город, конечно, сказать. Но тут это просто как-то еще сильнее чувствуется. Есть такое. Здесь такая штука, что получается кладбище это как достопримечательность питерская. То есть в каком городе мы еще ходили по кладбищам? Ни в каком. Потому что это не было достопримечательностью. А здесь даже прописано, типа, кладбище декабристов, это достопримечательность, что кого-то. И ты приходишь такой, вау, ничего себе. А в другом городе тоже много кладбищ. Просто они не записаны, пунктики для посещения города. Вот, короче, все. Экскурсию эту мы заканчиваем на сегодня. Встретимся чуточку позже. Ребята, вот... Слышь собаки стрёмно очень. Переехать в Питер, чтобы насладиться красивым городом. И как бы вот гулять вот по такому. То есть, ну, это просто ад. Мне кажется, так херово. Даже там, не знаю, в какой-нибудь самой отсталой стране мира нет. Это вот Россия, 21 век, 21 год. Санкт-Петербург, город романтики и красоты.